Уважаемые телезрители, здравствуйте! Сегодня в передаче «Поговорим о здоровье» мы вам расскажем о туберкулезе и его профилактике. У нас в гостях Малиновская Светлана Якубовна, главный врач противотуберкулезного диспансера, и Запольного Ольга Федоровна, заведующая наркологическим диспансерным отделением психиатрической больницы номер 24. Всемирный день борьбы с туберкулезом проводится ежегодно 24 марта. В этом году по предложению ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, он проводится под девизом «Борьба с туберкулезом продолжается. Используйте различные пути для ликвидации туберкулеза». Светлана Якубовна, расскажите нам, пожалуйста, что же такое туберкулез? Туберкулез – это инфекционное заболевание, причем хроническое заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, это основной путь передачи. И в основном поражают в 95% случаев органы дыхания легкие. Хотя бывают и так, что туберкулезная палочка поражает и другие органы. Это может быть и костный туберкулез, и туберкулез нервной системы, и туберкулезный менингит, и туберкулез мочеполовой системы. То есть, в принципе, любой орган в организме человека может быть поражен туберкулезной палочкой. Светлана Якубовна, а кто же является возбудителем туберкулеза? Как долго сохраняется этот возбудитель туберкулеза в среде обитания человека? Возбудителем туберкулеза является микобактерия туберкулеза или палочка Коха. Палочкой Коха назвали по имени ученого, открывшего эту палочку, обнаружив эту палочку. Эта палочка, к сожалению, очень устойчива в окружающей среде, и она выдерживает и замораживание, и нагревание, кипячение. То есть, просто она имеет, в отличие от других возбудителей других заболеваний, она имеет трехслойную структуру, и поэтому имеет такую броню. И поэтому она становится такой устойчивой. Во всем мире зарегистрировано большое количество туберкулеза, хотя считается, что за последние три года снизилось. Вы расскажите, пожалуйста, много ли туберкулеза среди населения Московской области и нашего района? В 2010 году туберкулез органов дыхания был выявлен у 81 человека в Ленинском районе. Из общего числа больных мы делим на впервые выявленных больных, то есть больных, у которых туберкулез выявлен впервые в жизни и впервые в нашем районе. Это 65 человек. К сожалению, у нас еще и жители других территорий, это прибывшие к нам из других территорий, это 3 человека. И еще иностранные граждане, которых мы обследуем, это гастарбайтеры, которые приезжают, люди, которые стремятся получить здесь вид на жительство. Это вот 5 человек у нас. На учет мы их не берем, мы их просто фиксируем, извещаем определенные учреждения, министерства, Роспотребнадзор и дальше предполагать, что эти люди должны уехать и лечиться по месту своей основной прописки, по месту основной своей регистрации. Каковы же факторы риска туберкулеза? Под факторы риска подпадают люди, злоупотребляющие алкоголь, болеющие язвенной болезнью желудка, двенадцатиперстной кишки, больные с сахарным диабетом, еще больные, длительно принимающие гормональные препараты, потому что на гормонах у них тоже падает иммунитет, и, в общем, они заблевают чаще. Поэтому всегда, когда попадает в наше поле зрения человек с сахарным диабетом, или вот с тем, что я перечислила, с этими заболеваниями, мы на них, в общем-то, заостряем наше внимание, потому что там ведь еще возможны заболевания и вне легочной формы туберкулеза. Ведь есть микроорганизм, микобактерии туберкулеза, есть макроорганизм, это наш организм, человеческий организм, есть путь передачи, есть еще иммунитет. Если иммунитета нет, если он ослаблен, то, значит, эта палочка, она очень благополучно приживется в организме человека и разовьется в заболевании. Что нужно сделать, чтобы предотвратить заражение туберкулезом? Стараться избегать больших мест скопления, стараться, если идет эпидемия гриппа, допустим, надевать маску в метро, в общественном транспорте, не перекусывать на ходу, купила булочку, там пирожок где-то в местах общепития и не помыв руки, мы заглатываем скорее, потому что хочется как-то утолить голод, да? То есть обязательно мыть руки, это вот самые, те самые элементарные, значит, случаи, да, скажем, гигиены, которые мы должны все соблюдать. Если мы задержимся за поручень в автобусе или в метро, обязательно мыть руки нужно. Побольше быть на улице, под солнышком гулять, стараться все-таки есть больше фруктов, употреблять витамины, закаляться. Это вот все то, что необходимо нашим детям и нам самим для того, чтобы как-то свой иммунитет повышать. Если человек кашляет более трех недель и никакие меры, которые ему назначил обычный врач-терапевт, не помогают, кашель сохраняется, значит, нужно бегом во флюорограф. Мы знаем, что против туберкулеза начинают вакцинацию еще с младенческого возраста. Расскажите нам, пожалуйста, в какие сроки и когда идет вакцинация и ревакцинация, а также о реакции МАНТУ и что делать маме, если реакция МАНТУ положительная. На четвертый день после рождения ребенка, если нет никаких противопоказаний, ребеночка обязательно прививают. Это так называемая вакцина БЦЖ, Кальмита Герина, тоже по именам разработавших эту вакцину ученых. Эта вакцина направлена на то, чтобы в организме ребенка развился иммунитет. Эта вакцина и эта прививка, она не гарантирует стопроцентного, скажем так, незаражения ребенка. Ребенок все равно в дальнейшем когда-то будет инфицирован, всем инфицирован. Но она способствует тому, что в организме, если даже разовьется заболевание или будет эта палочка, то не будет такой молниеносной формы, скажем, скоротечной чахотки или туберкулезного менингида. То есть она предотвращает развитие тяжелых форм заболевания. Проба МАНТУ ежегодно, в основном по календарю в осенний период, проводится среди детей, детского населения. Она направлена на то, чтобы выявить больных, вернее, больных детей, потом тубинфицированных деток, деток, у которых нарастает вот эта вот проба МАНТУ. То есть все это очень тонко, но это делается для того, чтобы не пропустить заболевания, не пропустить легочные и вне легочной формы туберкулеза. И если у ребенка проба МАНТУ нарастает, то мамочки, родители, они должны обязательно прислушаться к мнению медицинских работников и обязательно приводить детей сюда к нам на обследование. Вакцина ВЦЖ, она ставится на четвертый день после рождения ребенка. А потом еще существует так называемая ревакцинация. Это повторные вакцинации, когда делаются в 6-7 лет и в 14-15 лет детям делаются. Они тоже делаются для того, чтобы ребенок, в общем-то, ну как бы не заболел тяжелой формой туберкулеза. Что нужно сделать, если дома находится больной туберкулезом и как вести должны себя окружающие? Когда мы выявляем больного туберкулезом, мы обязательно приглашаем его родных к нам на прием. Мы с ними проводим беседу, ликбез так называемый, выдаем им памятки. Памятки для больных и его родных туберкулезом легких. Прописываем нормы поведения самого больного и как должны себя вести его родственники. То есть у больного, если он пока еще не госпитализированный, выделяет палочки, должна быть плевочка. Это такая баночка с крышкой, куда он должен сплевывать мокроту. Ни в коем случае не в раковину, не в унитаз, там, куда ходят другие жители этой квартиры. Потом они должны плевать на пол, на землю или в платок, тоже неправильно. То есть это должна быть плевка. Но если он вынужден был, например, плюнуть в одноразовый бумажный платочек, то потом еще это отдельно заворачивается в пакетик целлофановый и выбрасывается уже как-то вот так целенаправленно. Не просто вот выкинул и все это у тебя будет где-то летать, с ветром унесет и все такое. Потом должны иметь индивидуальные вот эти вот плевательницы с плотно пригнанными крышечками. Желательно в аптеке сейчас продают одноразовые такие плевательницы. Они недорогие, можно приобрести с тем, чтобы потом их не обеззараживать, да, вот ему самому дома не заниматься этим кипячением. Потом рекомендуется держать эту плевку в чехле из ткани такой, не в карман, чтобы карман свой тоже не как-то заражать. Потом, когда больной разговаривает с родными своими, особенно если там есть, ну там беременные или дети, желательно, чтобы это не было такой вот разговор лицо в лицо, да, желательно как-то лицо закрывать, одевать маску. Вот, потом мы рекомендуем приобрести бактерицидную лампу. Есть маленькие передвижные такие переносные лампы бактерицидные, они недорогие. Либо мы даем на прокат, скажем так, тоже. Даем тем, чтобы они, пока больной не госпитализирован, в лечебные учреждения специализированы, чтобы они имели возможность дома провести такое обеззараживающее такие мероприятия. Светлана Якубовна, расскажите, пожалуйста, излечим ли туберкулез? Когда мы выявляем больного туберкулезом, мы обязательно приглашаем его родных к нам на прием. Мы с ними проводим беседу, так, ликбез, так называемый. Выдаем им памятки. Памятки для больных, его родных, туберкулезом легких. Вот, и, значит, прописываем нормы поведения самого больного и как должны себя вести его родственники. То есть у больного, если он пока еще не госпитализированный, выделяет палочки, должна быть плевочка. Это такая баночка с крышкой, куда он должен сплевывать мокроту. Ни в коем случае ни в раковину, ни в унитаз, там, куда ходят другие жители этой квартиры. Вот, потом не должны плевать на пол, на землю или в платок, тоже неправильно. То есть это должна быть плевка. Но если он вынужден был, например, плюнуть в одноразовый бумажный, там, платочек, то потом еще это отдельно заворачивается в пакетик целлофановый и выбрасывается уже как-то вот так целенаправленно. Не просто вот выкинул, и все это вот у тебя будет где-то летать, с ветром унесет и все такое. Потом должны иметь индивидуальные вот эти вот плевательницы с плотно пригнанными крышечками. Вот, желательно в аптеке сейчас продают одноразовые такие плевательницы. Они недорогие, можно приобрести с тем, чтобы потом их не обеззараживать, да, вот ему самому дома не заниматься этим кипячением. Вот, потом рекомендуется держать эту плевку в чехле из ткани такой, не в карман, чтобы карман свой тоже не как-то заражать. Вот, потом, когда больной разговаривает с родными своими, особенно если там есть, ну, там, беременные или дети, желательно, чтобы это не было такой вот разговор лицо в лицо, да, желательно как-то лицо закрывать, одевать маску. Вот, потом мы рекомендуем приобрести бактерицидную лампу. Есть маленькие передвижные такие переносные лампы бактерицидные, они недорогие. Либо мы даем на прокат, скажем так, тоже. Даем тем, чтобы они, пока больной не госпитализирован, в лечебное учреждение специализировано, чтобы они имели возможность дома провести такое обеззараживающее такие мероприятия. Светлана Якубовна, расскажите, пожалуйста, излечим ли туберкулез? Туберкулез излечим. Туберкулез излечим, главное вовремя его выявить. Если это малая форма, она излечивается очень быстро, с наименьшими затратами времени, с наименьшими финансовыми затратами и нервными затратами. Человек на самом деле просто забудет о том, что он когда-то болел туберкулезом. Но если это запущенная форма туберкулеза, то, к сожалению, и в наше время люди умирают от туберкулеза. Но это в основном происходит по вине самого пациента. Тогда, когда он асоциальный, тогда, как он алкоголизируется, не принимает в должном количестве и в должном объеме препараты. Тогда, когда человек просто не хочет сам лечиться. Светлана Якубовна, большой вопрос, конечно, о профилактике туберкулеза. Расскажите, пожалуйста, об этом. Сейчас, значит, введены вот эти профосмотры, и это тоже нужно обязательно соблюдать. Вот профосмотр, он включает это обследование, и общий анализ крови, и мочи. Если есть мокрота, значит, нужно сдавать мокроту обязательно БК. Потому что зачастую бывает так, что, как бы, бывают еще ведь и пропуски. Бывают и пропуски во время флюорообследования, к сожалению, такое тоже бывает. Или человек не может сделать флюорографию, бабушка, допустим, долго лежит дома, не ходячий, а кашляет. И вот если человек длительно кашляет, значит, тоже нужно думать о том, что надо его мокроту исследовать на наличие микробактерий туберкулеза. Ольга Федоровна, расскажите нам, пожалуйста, курение, алкоголизм и наркотики, они являются фактором риска туберкулеза. Почему и какое действие оказывает туберкулез именно на этих больных? Злостный курильщик обращается к аптезиатру уже поздно, когда, как правило, развился туберкулез легких. Это связано с тем, что появившиеся первые симптомы туберкулеза он связывает с курением. Кашель, часто с мокротой, он уже привык к нему, не обращает на него внимания. А в плане лечения курящие больные гораздо неблагоприятнее, в связи с тем, что угарный газ, который содержится в табачном дыме, он приводит палочку коха в латентное состояние, плохо подвергающееся лечению. Лица, злоупотребляющие алкоголем, имеют множество проблем со стороны внутренних органов. Это нарушение белкового обмена, гиповитаминозы, что тоже является ослаблением, фактором ослабляющим иммунитет. Вдобавок к этому, можно сказать, что первое проявление туберкулеза больной алкоголизмом путает с проявлением обычного похмельного синдрома. И все с этим не обращаются за помощью. Больные наркомании, мало того, что имеют множество сопутствующих заболеваний, осложнений со стороны внутренних органов, часто ведут асоциальный образ жизни. Общаются в тех компаниях, в тех кругах, где возможно нахождение уже инфицированных, уже больных людей. И поэтому риск инфицирования и развития заболевания туберкулезом у них гораздо выше, чем у других людей. Ольга Федоровна, расскажите, пожалуйста, как часто возникает туберкулез у ВИЧ-инфицированного больного? И влияние одного заболевания на другое? ВИЧ-инфицированные больные очень часто заражаются туберкулезом. Это связано с тем, что вирус иммунодефицита человека разрушает лимфоциты, моноциты. Это самые главные защитники нашего организма против туберкулеза. Если у человека было просто инфицирование туберкулезом, но он заражается еще и ВИЧ-инфекцией, то, как правило, туберкулез переходит в активную фазу. Порядка 60% больных СПИДом также являются больными туберкулезом. И, как правило, туберкулез у этих больных протекает нетипично. Это всегда тяжелые формы, деструктивные, которые крайне плохо поддаются лечению. И сочетание этих двух тяжеленных заболеваний, СПИДа и туберкулеза, как правило, приводит к смерти. Дорогие друзья, знание профилактики туберкулеза, знание факторов риска, знание тогда, когда вам нужно обследоваться, поможет вам не заразиться этим инфекционным заболеванием. Будьте здоровы! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова